На кухне начинается сказочное действие, выпечка блинов. Задача трех соревнующихся между собой команд превратить один литр белой массы в целую горку румяных ароматных блинов. Наравне с будущими хозяйками и представитель сильной половины человечества. Каждый готовит по своему рецепту и со своими хитростями. В первую очередь, как мы и делаем, с душой ли это зависит или нет. Если мы делаем это сплоченое, то да. А еще для самых вкусных блинов необходимы терпение, сноровка и настроение, обязательно солнечное. Данная традиция связана с тем, что люди пытались привлечь милость солнечную, а также при помощи блинов уговорить его побольше клеить замерзшую русскую зелу. Вот для этого истряпали в бедни. А еще для того, чтобы угостить друзей и близких. С медом, с вареньем, со сметаной блины на любой вкус. Мне кажется, самые вкусные блины, это блины, когда их обмажешь просто маслом, и они такие естественные. Утверждает молодая хозяйка. А вот у старшего поколения более изысканные пристрастия. Ну, мне больше всего нравятся блины припеком. Вот, в качестве припека я использую жареный лук. Вот, заранее пережариваю его на растительном масле. Затем в жидкое тесто добавляю вот лук, перемешиваю и жарю, как обычные тонкие блины. Знают специалисты и другие секреты блинного дела. Замешивать тесто нужно на молоке и яйцах комнатной температуры. Смазывать сковороду половиной картофеля, смоченной в растительном масле. Тогда оно распределяется равномерно. Блины получаются нежирными и румяными. И главный секрет масляничные солнышки нужно есть в хорошей компании. Вместе с Викторией Боженок и Анастасией Бушуевой. Легкого дня! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова